Добрый вечер! Эфир телеканала «Аист» продолжает программа «Иркутск сегодня». Меня зовут Анастасия Цыганкова. В этой студии мы обсуждаем актуальные темы и отвечаем на вопросы, которые волнуют жителей областного центра. Тема этого выпуска – благоустройство правобережного округа в рамках приоритетной программы формирования комфортной городской среды. Правобережный округ включает в себя центральную часть нашего города и спальные районы Иркутска, Топкинский, Марата, предместие рабочего и не только. Одна из главных задач администрации города – сделать так, чтобы жители и центра, и отдаленных районов жили в одинаково комфортных условиях. Каким образом это удается – смотрите далее. Дорожная техника закатывает второй слой асфальтового покрытия. По адресу микрорайон Топкинский, 31, идут ремонтные работы по благоустройству преддомовой территории. Во дворе появились дополнительные парковочные места. Сделаны ступеньки и пешеходные дорожки. Высажены березы и серебристые тополя. В озеленении территории активное участие принимали жители. Работы здесь закончат в течение этой недели. Администрация учла все пожелания жильцов этих домов. Да, спрашивали, подписывали бумаги к благоустройству. Но дождались только буквально недавно. Здесь живут третий год. Дороги были ужасные. Даже с коляской невозможно было проехать. Сейчас стало хорошо. На карте областного центра появился новый сквер. Его благоустроили в сентябре на пересечении улиц Некрасова и Пролетарской. Эти фигуры выполнены из газобетонных блоков. Роспись – дело рук учащихся художественной студии. На будущий год юные иркутяне предлагают нарисовать классики. В новой зоне отдыха дали имя – сквер детства. На этом месте когда-то стоял объект культурного наследия, дом. Но, к сожалению, он сгорел. И потом, после того, как убрали все сгоревшие строения, здесь просто была парковка несанкционированная. Ну и вот мы его привели в порядок, в эту территорию. Работы выполнены в рамках приоритетной программы формирования комфортной городской среды. Она стартовала в областном центре в 2017 году и рассчитана на 5 лет. На данный момент Иркутск является лидером в приангаре по объему выполненных работ. Всего будет благоустроено более 200 дворов. Работы должны быть завершены до конца октября. Галина Соболева, Евгений Шарипов. Иркутск. Сегодня. В гостях глава правобережного округа администрации города Иркутска Юлия Гордина. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. В Иркутске активно реализуется проект формирования комфортной городской среды. Общее количество дворов, которые уже благоустроены в правобережном округе и которые ожидают благоустройства? В правобережном округе по этой программе 46 дворов. 30 дворов по минимальному перечню – это асфальтирование, а 19 включает в себя весь комплекс благоустройства. От установки малых архитектурных форм, заканчивая строительством новых контейнерных площадок, асфальтирование, тропиночная сеть и так далее. То есть это 19 дворов, они попали в комплексное благоустройство. На сегодняшний момент у нас уже подано 58 заявок, это на последующие годы. То есть программа до 2022 года, то есть на пятилетний период. Заявки у нас есть, жители достаточно активно включаются в эту работу. То есть понятно, что программа-основа – это заявка от жителей. Обязательно должен быть протокол общего собрания, в котором указывается, какие виды работ жители хотят на своей территории осуществить и получить какое благоустройство. А вот с какими просьбами, предложениями чаще всего обращаются жители нашего города? Какие вносят коррективы в эти проекты? Значит, дизайн проекта у нас и выглядит вот таким образом. Вот дизайн проекта, в частности, адреса улица Чудотворская 1. Значит, жители работают совместно с наймой буквально по всему благоустройству. Где организовать тропиночную сеть, где поставить лавочки, где поставить урны, какие должны быть урны в каком месте, какие должны быть малые формы игровые комплексы. Сейчас следует отметить, что у нас в большей степени стали требовать и просить, и потребность такая возникла в спортивных комплексах. То есть для детей более старшего возраста и для взрослых – это уличные тренажеры. Мы постарались на многих территориях сформировать таким образом двор, чтобы люди разных возрастных категорий пользовались благоустройством. Например, на Поленово 10-16 у нас территория зонирована на три зоны. В первой зоне у нас стоят спортивные тренажеры и воркауты для подростков и взрослых. Дальше у нас такая зона отдыха, зеленая зона отдыха, сквер, в котором можно отдыхать, и площадка детская для более маленьких жителей данного двора. Мы постарались на всех территориях сделать такое комплексное благоустройство и зонирование, чтобы можно было использовать двор для всех категорий граждан. И жители участвуют в том числе и в посадке зеленых насаждений, и где должны быть, и какие насаждения, какие виды насаждений должны быть. Буквально абсолютно обсуждаем с ними, вплоть до того, в каком месте должен стоять стол посвящения. Это тоже очень важно, поскольку там установленный светильник, может впоследствии мешать жителям вечернее время и ночью. Это тоже важно. Поэтому мы отрабатываем буквально каждый пятачок двора со старшими по домам, с активной группой, которая в каждом дворе у нас есть. И следует отметить, что жители очень активны. То есть они нет равнодушных и очень активно принимают вообще участие в благоустройстве. И даже в связи с тем, что такая программа у нас в городе стартовала в этом году, у нас, сами знаете, на территории округа Пробережно очень много несанкционированных гаражей металлических, которые портят облик, крадут пространство и просто захламляют, в принципе, территорию. И вот в рамках этой программы мы сейчас эти гаражи убираем. И, в принципе, я могу отметить, что нет такого массового сопротивления, как это было в прошлом году или в позапрошлом. Юлия Владимировна, а вот на Ваш взгляд, какой самый привлекательный проект из того многообразия, который уже проходит в нашем городе, то есть в Пробережном округе? Вот из 19 территорий комплексных, каждая территория по-своему уникальна. Я же вот сказала, что мы постарались вложить пожелания жителей, и архитекторы делали дизайн, исходя из пожеланий, исходя из своей творческой фантазии. Все дворы получились уникальными, в каждом дворе есть какая-то изюминка. Ну, например, на Чудотворской 1 у нас там будет светильник такой вот дизайнерский в виде светящегося дерева. И сами светильники по себе, они там тоже необычные, поскольку это историческая часть города. Там мы постарались учесть все вот эти историко-культурные ценности, которые эта территория обладает. Адрес Топкинский, 31, там 9 многоквартирных домов, огромная территория, которая проект разрабатывался, исходя из потребностей жителей. Тоже достаточно интересный, красивый проект. Полиново, 10-16, там у нас, я уже сказала, что зонирование определенное. То есть вот территория каждая по-своему уникальна. Особенностью округа является то, что у нас достаточно сжатое пространство. То есть застройка 19 века, и она накладывает отпечаток, в принципе, и на архитектуру, на возможность дизайнеров, поскольку им приходится вписывать все благоустройство в тот архитектурный облик или историку, культурную ценность тех или иных зданий. У нас же очень много памятников и архитектуры находится в округе, и поэтому здесь тоже определенные требования. Нет таких больших дворов и дворы, все, в принципе, компактные, небольшие. Поэтому приходится вот в этих стесненных условиях формировать и вмещать в это стесненное пространство все, что желают и жители, и что хотелось бы нам видеть в этих дворах. Юлия Владимировна, расскажите, пожалуйста, все-таки, как жители могут принять участие в этом проекте и формирование комфортной городской среды. Что необходимо? Обязательное требование – это заявка от жителей с примерным проектом дизайна, который они хотят видеть. Обязательно протокол общего собрания, потому что принимается решение на общем собрании с жителями. В этом протоколе указывается перечень работы благоустройства, которые они хотят, и согласовали со всеми жителями двора. Полную информацию можно получить в округе по телефону 520-433, кабинет 412. Действительно, у нас в этом году город преобразился, стал краше. Предлагаю узнать у наших иркутян, горожан, какие изменения они успели уже увидеть. Дороги в первую очередь. Наконец-то заасфальтировали Октябрьский район. Я этому безумно рада, так как я живу в Октябрьском районе. Но и в принципе видно, что город озеленяется, и это очень радует. Мы живем за городом, и заметно, что сделали развязку Покровскую. Вот, наконец-то. Там стали дороги хорошие, без ям. Очень многие здания реставрируются. Допустим, у нас в Новосибирске этого нет. У нас больше ориентировано на постройки нового жилья. А здесь вот реставрация – это очень приятно. В микрорайоне «Зеленым» сделали новые лавочки, новая лестница. Спасибо большое. Ну да, началось. На детских площадках заборчики стали высокие ставить, чтобы детям было удобно, от автомобилей безопасно. Да, я заметил, особенно стали благоустраиваться дворы. Это очень приятно, потому что детям есть где играть. Также я заметил, что в парках стало более аккуратно. Люди убираются. Еще люди убирают сами за собой. Это тоже очень приятно. Юлия Владимировна, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Рассказали о таком замечательном проекте, как формирование комфортной городской среды. Это все, о чем мы успели сегодня поговорить. Встретимся с вами в следующий четверг. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова